Главными темами встречи губернатора Виктора Толоконского и членов молодежного правительства Красноярского края стали развитие гражданской инициативы, а также профессиональная ориентация школьников и студентов. Глава региона не только поддержал некоторые из предложенных проектов, но и дал свои рекомендации по их развитию. Программами стажировок сейчас охвачены пять отраслей. Это медицина, наука, промышленность, дорожное строительство и финансы. Благодаря практике, которую студенты и школьники старших классов проходят на производстве без отрыва от учебы, юноши и девушки могут осознанно выбрать профессию. Кроме того, работодатели получают возможность оценить способности будущих сотрудников. У нас прошел пробный суперкубок Металкап осенью, и 15 участников этого чемпионата были приглашены компаниями для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Это очень большой успех, потому что на сегодняшний день всего только около 20-30% выпускников металлургического профиля устраиваются работой по специальности. На встрече уделили внимание и различным гражданским инициативам. Члены молодежного правительства рассказали об уже действующих проектах, например, сайтах «Добра карта» и «Люди делают». Там жители города и края могут оставлять различные просьбы о помощи, а волонтеры потом их выполняют. Сейчас перед молодежным правительством стоит задача о популяризации общественных движений. К сожалению, в информационной среде в последнее время очень много негатива и даже страшно новости смотреть. А мы говорим о том, что на самом деле ярких, интересных людей и историй их очень много. И поэтому мы хотим о них рассказывать, мы хотим собирать эти истории, тиражировать и показывать, что помогать просто. Выслушав все доклады, глава региона отметил, что профподготовка молодежи не должна ограничиваться конкурсами и производственной практикой. На самих предприятиях необходимо создавать союзы, которые будут следить за начинающими работниками и подбирать новые кадры. А многочисленные интернет-площадки по взаимодействию власти и общества не нужно превращать в сетевые книги жалоб. Мы, конечно, всегда ждем от молодежного правительства очень активной экспертной работы, экспертных оценок, экспертных предложений, поскольку убеждены, что молодежи более обостренные, свежий взгляд на самые разные процессы, события. Молодежь более включена и погружена в те процессы, о которых мы говорим. В следующем году члены молодежного правительства намерены продолжить работу в этих направлениях. Некоторые проекты будут представлены на гражданском форуме, который пройдет в столице региона в декабре. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко. Новости.